Добрый вечер, мои уважаемые зрители и телезрители. Добро пожаловать снова на мой канал. Сегодня вечером хотел бы вам задать вопрос, хорошо ли или плохо скачивать фильмы. Я сам скачиваю их, но сегодня я хотел сделать одно видео, перевести его сделать двухдорожным, на двух языках. Решил взяться за французский, итальянский. В общем, наверное, часа полтора борьбы было. Сейчас голова разлетается, все забросило это дело. В общем, переводы это адская работа. Я сейчас задаю себе вопрос, вообще хорошо ли я делаю, когда я скачиваю фильмы. Я понимаю, актеры там зарабатывают миллионами, но то, что находится потом, позади них, то, что эти переводы, когда переводчики вкалывают монтаж фильма. Я не говорю фильмы, которые дублированы полностью, это я вообще даже не представляю, что там за работа, а чисто даже синхронный перевод. Я думаю, знаете, шутко бывают такие сайты, где продают фильмы, там записываться надо, заскачивать, заскачивать. Вот они получают деньги чисто за то, чтобы скачать фильм, тоже самый пиратский. Но фильмы документальные, которые есть, которые переводят сами там переводчики-любители, даже если профессионалы, я думаю, там 5 рублей можно заплатить за фильм какой-нибудь документальный, что-нибудь такое. Чисто за то, что он его перевел, сделал свою работу. Вот я на YouTube, вы видите мой канал, но некоторые думают, вот там на YouTube деньги зарабатывают. Мой канал бесплатный, и я никаких авторских прав за собой не закрепляю, за мои видео, их можно, извиняюсь, у меня глаз раскалывается. Почему вы, там у меня видео одно есть, что, фигня, зрение теряю на правом глазу. В общем, люди, которые переводят, некоторые говорят, что на YouTube деньги зарабатывают. У меня канал бесплатный, я сейчас видео выставлю одну, там я заснял свой кабинет на YouTube, и у меня много видео есть, которые я перевожу, я спрашиваю разрешение у авторов. Ну вот французы у меня, там повар, Люмиев Душеф, я его рецепты перевожу, он мне разрешил, без проблем, без ничего переводил, он за собой никакие права не оставляет, но вот очень, очень хороший, сильный повар во Франции он. Ну вот вы нам увидите некоторых известных блогеров, которые за собой забивают право, но в принципе они правы, авторские права, и если вы видите на моем канале, бывает видео, видео, реклама, то я от нее ничего не получаю, это получают те, которые, я вот, допустим, есть такой криосан блогер, он там всякие опыты делает, я его видос перевел, тоже спрашивал разрешение, но он забил за собой права, даже если видео у меня на моем канале, хоть оно на французском языке, то все деньги, то что там показываются, они ему идут на карман. Вот так вот, так что постарайтесь, я не знаю даже, как вам сказать, думайте о переводчиках и о дублерах, которые дублируют фильмы, я даже не знаю, это страшное дело. Есть хорошая вещь, я уже говорил, что даже вот там один фильм я выставил, пари наживается, спор, что я его хочу перевести, ну понимаете, мне надо, если там тысяч три-пять будет лайков, кто хочет этот фильм увидеть, я его переведу, но его надо будет скачивать откуда-нибудь, я оставлю трейлер с переводом, а потом ссылку откуда скачать, потому что YouTube за авторские права, нарушения, тем более фильмов, он может меня санкционировать. Ну вот что, один раз тоже один фильм хороший, капитальный перевел, может кто-то его видел, может даже кто-то благодаря него и записался на мой канал, стал абонентом, но этот фильм, как он назывался, «Обратная сторона луны», документальный, обалденный фильм, но его из-за авторских прав YouTube сразу стер, там у меня две недели работы было, бессонных ночей, они просто его убили, ну и меня тоже морально, они убили капитально. Так что вот так вот. Вообще, я до этого, мой канал был рассчитан на франкоязычную категорию людей, там как телефоны заряжать, там ремонтировать, такую вещь, а потом потихоньку-потихоньку я начал уже продвигаться, но я повторюсь, я всегда спрашиваю у других разрешения на переводы, чтобы не было проблем. Так что теперь скачивать фильмы, это в принципе на совести человека. Если фильм не дублирован, на оригинальном языке, да, можно скачивать его, но проблема в том, что иногда интересный фильм, и на языке фильм, который он снят, ты не говоришь. То же самое, когда скачиваешь фильмы на страны, которые перевели на русский язык, в России думают, боже мой, как они пахали там, а особенно переводчики-одиночки, вот так вот. Ладно, товарищ, вот там я поставил видео, кусочек с моего кабинета на ютубе, посмотрите, какие люди требуют деньги за свои видео, каким, все равно. Очень там даже большие есть. Мат, Мэтт с этого, с канала, разрушительное ранчо в Америке, который, у него там 5 миллионов подписчиков, ему пофигу, я спросил, у него могу перевести, переводи. Есть также Зебра на русском языке, который переводит его каналы, но я не знаю, как они там деньги делят пополам, потому что Зебра, он мощный канал, там много подписчиков. Я не знаю, как это работает, в принципе. Я об этом не задумывался. Один из такой канал, русскоязычный, который мне совсем не понравился, это вообще жаденые хапуги, это называется Сливки Шоу. Там вообще, он даже не отвечает на имейлы, потому что у него там 10 миллионов подписчиков, и у него там такие авторские права, это видео сразу просто вырубают на канале. У него короткие видео, там по 3-4-5 минут максимум, ну, мне его отношения не понравилось совсем, то, что он так зажал гайки. А на моем канале можете копировать, можете переводить, что угодно делать. И даже 2-3 ролика переводил этого Анатолия Шария, он тоже там ничего не говорит, ему по барабану. Ну, есть те, кто деньги требует. Ну, такая политика Ютьюба, и такая политика правообладателей. В общем, спасибо, доброго вечера. Если вам заберет какой-нибудь там фильм, хотите, чтобы перевел, ставьте лайки, там. У меня два фильма, у меня один сейчас фильм, который висит. Это Le Paris. И сейчас я надеюсь о силе перевести, ну, только на один язык этого повара, французского шеф-повара, как он делает торт Копера. Это не скоро, потому что сейчас голова раскалывается. Я сейчас потихоньку-потихоньку все делаю. Пока я не урегулирую проблему со зрением, там, не знаю, что это такое. Поэтому сейчас не смогу нажиматься. Но сегодня просто, на самом деле, сейчас голова взрывается, аж левые мысли в голове появляются. Терять зрение – это страшная вещь. Ладно, доброго вечера, не хворайте, постараюсь делать максимум, что я могу. Доброго вечера еще раз. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну вот моя страница YouTube. Как вы видите, здесь нигде никакого нету предупреждения. Вот тут авторские права. Все деньги с этого сайта. Вот видите, Монетаризе Парри Демандер. Все деньги уходят ему. Это какой-то канал. Так что я тут ничего не зарабатываю. Да, я вообще нигде не зарабатываю. Но это с моего канала они получают деньги. Ну вот следующее видео. Это тоже, допустим, довольно известный канал. Он тоже деньги забирает себе. Это канал Весос. Он есть на русском языке даже. Канал хороший. Ну вот я тоже перевел. Но они деньги забирают себе. Дальше сейчас пойдем посмотрим. Вот видите, этот как его. Огнемет. Это канал как его. Криосана. Тоже деньги уходят ему. Хоть перевод не перевод. Но он за собой забил права. В принципе, я его понимаю. Ну дальше идем. Тоже какой-то большой канал есть. Это Мэт. Разрушительная ранчо. Ну ему пофигу. Он все разрешает переводить. Я спрашивал. Я всех разрешения спрашиваю. Ну дальше что тут у меня идет. Это вот французский. Этот Мейок Душеф. Тоже я ему написал письмо. Направил на перевод. Ему пофигу. Переводи, говорит. И все. Он за собой ничего не забивает. Дальше что у меня тут еще есть. Ну дальше идет у меня. У меня в принципе есть десяток, наверное, видео. Где там деньги люди сами себе забирают. Хоть я перевожу. Им пофигу. Они там права за собой оставили. Ну опять-таки повторюсь. Я не обижаюсь на них. Ну дальше что у меня тут ближайшее. Вот это Игорь. Как его? Огненное ТВ. Тоже ему пофигу. Я спрашивал. Он ему могу перевести. Он говорит. А переводи на здоровье. Ну и добрый человек попался. Ну и все. Ну и все. Ну и все. Ну и все. Продолжение следует...